Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, конечно, конечно. Но никто этого не отрицает. Правильно. Но в чем проблема? Проблема состоит в том, как я начал с этого доклада, что я не есть мышление. Что я есть мышление, есть только частная способность. Я есть сознание, это все правильно. Но мышление это одна из способностей, другая способность чувствования. Хорошо, отлично. И тогда тотальность действительно распалась. Им уже нужно всем тотально смысл. А вот декартовский ход. Ты чего, отрицаешь его? Я мысленно, я существую. Я мысленно существую. Следовательно, я является единственным... Ты хочешь сейчас просто философию Декарта обсудить? Нет, я просто говорю об этом. Нет, есть критика. Критика состоит в том, что на самом деле правильный ход Декарта состоит в том, что я сознаю, следовательно, я существую. Он не может с помощью мышления достигнуть единства своего. Единство я. Он не может этого достигнуть. Потому что тот, кто мыслит, он не может доказать, что он есть, не перейдя при этом к некому логическому переходу. Вот как рассуждает Декарта? Он говорит о том, что некая первоначальная очевидность, она должна иметь не логическое основание, а некую очевидность в опыте. Если мы говорим о том, что я мыслю, то мы не можем перейти обратно к я, исходя из некой опытной очевидности. А перейдем только благодаря логическому переходу. Поскольку есть причина мышления, и мы... Я мыслю, следовательно, я буду. Да, можно сказать так. Ну просто из того, что мы так скажем, мы не объясним, в чем причина, в чем проблема. Проблема-то состоит в том, что я, как мыслящее, оно является причиной мышления. И поэтому от очевидности мышления мы к я перейти не можем, иначе как логическим выводом, что раз есть мышление, значит, должна быть его причина. А это запрещено. Самой постановкой вопроса. Потому что первая очевидность, она не должна иметь логическую форму, она должна иметь очевидность опыта. Я не вижу, на самом деле. А теперь мы берем сознание. Я сознаю. Я сознаю. Я есть единственная сезон. Это вопрос опять к декапту. Я думаю, что я мысленно я существую, а не в том, как его сахар interpretируют, что мыслю, следовательно. Да, дело не в этом. Дело в том, что это неправильная сама постановка. Не я мыслю, я сознаю. Я сознаю и следовательно существую. Почему? Потому что сознание, сознание. Почему я, например, я мыслю, например, вот этот компьютерный терминал перед мной, следовательно я существую. Ну и то, что ты так скажешь, на самом деле Давай как бы вдумаемся, что ты делаешь Когда ты говоришь, я мыслю Как ты перекочишь, что я Пусть я Почему мышление Сомнение Опять же Давай договоримся в термин Мышление и сомнение, это не одно и то же Ты так хитро сейчас перейдешь Сейчас начнешь говорить о том, что сомнение Нельзя сомневаться в своем сомнении Несомненно я мыслю в качестве Еще раз говорю, слово несомненно Вот как ты перейдешь от слова сомнения к мышлению Вот в этом то и состоит весь разговор Сознание есть всегда Что такое сознание? Если есть я, то есть сразу и сознание Мы говорим о я в том смысле, что это оно единство сознания Единство самосознания, или единство то, что субъекта В сознании есть некая характеристика самого субъекта Когда я говорю, что я сознаю, тем самым я просто говорю, я есть я Я ничего другого не говорю И поэтому в сознании есть всегда Для этого не нужно что-то Когда я говорю, что я мысль, я перехожу от одного Другое, способности мышления. Мышление, из них только второе, оно и способности. И как потом от второго перейдешь обратно к первому-то? Ты говоришь, я сказал, кто сказал, мыслю, это второе. А как от второго обратно вернешься? Мыслю следовательно существует. Следовательно, то есть у тебя следовательно будет логический переход. То есть мыслить и быть одно и то же. Вот как раз, я об этом не говорил в докладе, и вообще говоря, вот этот тезис о том, что бытие мышление... Тожество и бытие мышления, оно осуществляется только тем способом, что говорится, что я и мышление это одно и то же, как говорит Гейгель изначально. Он так и говорит, что я и мышление есть одно и то же. Но на самом деле это тожество, этого тожества нет. Конечно, они этого хотят тожества, вообще они все хотят тотальности. Весь проект этот просвещение, они везде хотели построить в едином, в единой системе. Для классической и доклассической философии, в смысле Павла Атона и Аристотеля, бытие и тождественное мышление. Нет? Да, бытие и тождественное мышление. Бытие и мысли одно и то же. Я просто... Не можешь... Это так же для всех. Игорь, подожди, я тебя понял. Я почему говорю нет? Не потому что я с тобой не согласен, а потому что это требует новой проверки. Сейчас вот как бы я стою на неком новом основании, я просто не могу согласиться с так, я не знаю, потому что, быть может, нас... Ты-то можешь с этим не соглашаться? Нет, вот, быть может, нас приучили не видеть различия, понимаешь? Быть может, быть может. Я пока говорю, что чисто диетатические цели. Да, согласен. Я тебя согласен. С диетатические цели, я согласен. До классической философии, то есть не Платона, Променида и Аристотеля, бытие и тождественное мышление, вроде как тождественное. Для классической философии Декарта до Гегля, спустя там Левница, Спинозу, и Фихта, и Канта, тоже бытие и тождественное мышление. Тождественное, Владимир. У нас оно у нас тождественное соответствующее, еще ганьком больше не носить. Вот. То есть твой тезис состоит, что ты пытаешься говорить, что Гегель был не прав, потому что это не так. Или в чем-то еще? Мой тезис состоит в том, что тождество «я» и мышление, или как теперь мы понимаем бытие мышления, оно не обосновано. Оно взято... На веру. Мало того, что на веру. Его обоснование просто логически не верно. Потому что, я говорю, есть некое существенное различие между единством самосознания и единством понятия. Логическое единство понятия есть, и есть и реальное единство самосознания. Это различие существенное. И это различие вообще не понимает ни Канта. То есть они понимают, конечно. Они постоянно это различие видят и используют. Если бы этого различия не было бы, да, оно бы и никогда не проявлялось. Но оно фактически есть и оно всегда проявляется. Но сам факт состоит в том, что они его не видят. Они говорят о сознании и переходят к мышлению. Как будто бы это одно и то же. Они говорят о мышлении, переходят к сознанию. у кого создание чем я сумею чуть 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 у тебя созантаем что она не так вот видишь вот как это значит вашей следующий уровень нет бы шансом сознания исполнились я я из создания а мысль и не только способнысты создания но там началось против участка подумка Garrett чемпион how to about focus вот такая ледяная создания это свидетельство сознание был чувствуем и если если the weight of our متополучdon加ев не на дверну это território 95 у меня такое мать вот это villa еще стулья натас No числа так происходит я отдаю своей внимании и советской при помощи markets за cobraARS но hated результаты части стоят Собственно, внешний предмет, то есть на качество, например, на красное как таковое, на форму давности этого качества, например, в форме пространства и времени, то есть на приорванной форме, когда ты это как зеленое распределяешь. И, говорит Фихта, на третью составляющую часть, на мышление, которое состоит в том, что я есть. Ну, кстати, хороший пример с Фихта. У Фихта опять же уже в созерцании есть мышление. Да, есть. То есть мышление тотально, оно есть везде. Но оно разделено. Три функции. Это три функции сколько угодно, сколько угодно. Но, поскольку я есть мышление, да, то во всем, чему я притрагивается, к созерцанию, чувствованию, представлению, везде присутствует мышление. То есть мышление тотально. Опять же, опять же. Так, кто вы, ты, я, я утверждаю, я утверждаю, что в этом состоит мошенничество Гегеля. Ну, как и мошенничество? Фихта, Платона, Пальменида. Нет, 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 нет. Давай, Платон и Пальменида пока брать не будем, с ними надо разбираться. Это, собственно, про декарты я сказал, что правильно декарты... Нет, декарты тоже не подходят. Декарты спинозы не подходят. Декарты спинозы не подходят, но обниться. Может быть, даже Шеллинга? Шеллинга точно. И Гегеля. То есть, это их общие, это общая позиция. Они же все начинают с этой свечей немыслищей. Так называют. Их вещь, не смыслищей. Оказывается, что ее суть, это есть мышление, и мышление есть некая тотальность. А что еще? Хорошо, давай тогда еще раз обсудим. Ты согласен с тем, что есть разница между единством самосознания и логическим единством понятия? Давайте самый главный начальный пункт. Здесь-то оно, наверное, есть. Ты согласен с тем, на самом деле, что если я есть единство, то оно не есть понятие? Дело в том, что отсюда делается вывод, на самом деле, что поскольку я является единством, неким всеобщим, многообразным. Что такое быть единым, многообразным? Это значит, как говорит Гегель, быть всеобщим. Ну, так сказать, с этой чувствовательности начинается. Я единичная, на самом деле, только мню, что я единичный. На самом деле, истинно его состоит то, что я всеобщим. Ну да, да вот и тебе декан говорит, что он может существовать в любых вещах. Всегда получится одно и то же я. Сколько угодно, сколько угодно. Сколько угодно. Но все равно, на самом деле, смотри, все равно, как бы, несмотря на это, мы будем всегда отличать единство, самосознание реальное от понятия. Конечно, я можно сделать понятие. Но понятие отличается от настоящего, это реального единства. Ведь есть некое реальное единство, как реальное, условно говоря, деятельность отождествления самого себя. Что я постоянно состоюсь с тем же самым. Вот есть некое реальное деятельность. Я не знаю, деятельность она или нет, я пока просто при этом подбираю слова. Да, вот есть некое реальное единство. Вот я один и тот же, я один и тот же. А есть как бы понятие, да, понятие я. Но понятие я, логическое единство, которое относится к любому я, это совсем другое отношение, чем я остаюсь равным самому себе. Я об этом говорю. А это у Гегеля, у Канта и, наверное, у Деканта отождествляется. А почему, на каком основании-то? Это подмена понятия. Это в рассуждение упускают они, как бы, главную сущность. То есть, да, конечно, когда я становится понятием, дальше уже все просто делается. Если все есть понятие, все есть мышление, ура, ура, как ура, все тотально. Никаких проблем нет. Так проблема-то и состоит в том, что я вот оно раздувало, оно остается, вот. То есть ты хочешь сказать, что их ошибка состоит в том, что они предъявляют нам я в качестве понятия? Нет, их ошибка состоит в том, что они не улавливают сущность я. И считают, что если я остается единственным в своем сознании, то оно просто есть понятие. Живое понятие не считаешь. Когда ты я полагаешь для самого себя в качестве предмета или в качестве понятия, то ты теряешь сущность я. Да, когда ты берешь я как понятие, вот и Гегель как делает? У него чувствительность я еще единична, а потом уже дальше уже я всеобщее, все выброшено, да? И мне кажется, вся философия потеряна тем самым. Да? Дальше не мудрено, дальше получить все выводы, которые он хочет, есть я, стало понятием. Но у Декарта это не так. У Декарта не так. У Декарта ни в какой момент у тебя, я не становится предметы. Поэтому у Декарта на самом деле есть некое, вот даже можно в его тексте это обнаружить, некое колебание между тем, что является ли я мышлением или нет. Потому что он вдруг начинает задаваться таким вопросом, а является ли, допустим, это вот я, например, чувствую, или я, например, страдаю. А является ли это, можно ли это, да, вот именно, что он называет модусы мышления, а это странно, понимаешь, как-то там. Это же странно, у него как бы есть вот это странно, с колебанием. Дело в том, что это модусами является только сознанием, а не мышлением. Страдание, это чувство, это модусы мышц сознания, потому что сознание как раз тотальное, не мышление тотальное, мысление тотальное, мысление тотальное, мысление это одна часть, вторая часть чувствования. А с тотальностью является объединяющий все сознание. Не, ну что такое я страдаю? У нас же доказывается, почему как оно? Знаешь, да, как доказывается? Что, скажем, я люблю является модусом я. Потому что если я люблю, то для меня это как бы несомненно. То есть в этом сомневаться нельзя. То есть либо я сомневаюсь, либо люблю. Так правильно. То, что ты сейчас говоришь, это обозначает, что как бы это подмышление, по слову мышление. Декарт понимает сознание. Потому что невозможно сомневаться только в сознании. Да. Да. Нет, здесь получается, что это как-то... Что такое сознание? Ты сомневался. Подожди, ну ты, значит... То есть у тебя оказывается, возможно, ситуация, я знаю, что знаю, по декартам. Возможно, ситуация. Что ты все декарт карту свел? Как бы декарт? Ты свел, ты все, не декарт. Не, я не свел декарт. Я говорил о том, что есть некая простота мышления, которое показывает декартам. Да? Вот мне всегда казалось, что декартам такая многообразная, сложная, ты же начал говорить... Ты же начал говорить о том, что... Все зад but... we can't along. Ну и ты сделаешь супер. Я говорю про всему местному. Я говорю про ссылку к ningстану. Всему устану тебе разогло.